добрый день начинаем очередной вебинар моя профессия трейдер серия вебинаров рассматриваем на примере торговой системы gold cross необходимые познания и навыки для трейдера и каждый раз немного повторяясь предыдущие вебинары чтобы проще было ориентироваться я буду в начале повторения делать и продолжать тему и так на прошлых вебинарах мы рассмотрели понятие локальный экстримум цены рейн цены ценовой канал флэт и тренд ценовые уровни в этом вебинаре рассмотрим индикаторы торговой платформы и торговая система то как она строится правила торговой системы правила чтения индикаторов вложенные таймфреймы порядок анализа данных поступающих с рынка порядок открытия закрытия сделок то есть немного повторюсь локальный экстримум цены может быть как экстримум цены по хай и по лоу на таймфрейме таймфрейма может выступать один бар временной период от одной минуты до месяца в этом таймфрейме изучается рейндж цены размах цены определяется ценовой канал в каком состоянии находится цена во флете или в тренде ближайшие ценовые уровни то есть уровни цены на которых цена останавливалась и формировала коррекционный канал после этого цена разворачивалась ценовой уровень может также являться таймфреймом поскольку он сформирован во времени положение о ценовом уровне или понятия это разворотные уровни перед началом тренда и длительность ценового уровня то есть таймфрейм в течение которого цена двигалась во флете то есть перед разворотом цены все эти вещи можно определять как по абсолютному индикатору по цене по бару так и с применением индикаторов торговой платформы на которой вы торгуете из индикаторов торговой платформы строится торговая система если у вас есть вопросы какие-либо прошу задавать в чат итак продолжим беглый обзор предыдущих вебинаров вебинаров которые непосредственно касаются трейдера и его торговли мы будем рассматривать постепенно и поэтапно для лучшего понимания я иногда буду повторяться таким образом на сегодняшнем вебинаре мы рассмотрим следующие вопросы индикаторы торговой платформы для того чтобы понять что такое индикатор эта программа написанная программистом закодированная для получения данных и обработки и выведения на монитор трейдера в графическом виде движение цены и формирование ценой различных фигур графических графические фигуры можно различать как по цене непосредственно это анализ японских свечей так непосредственно и по индикаторам поэтому индикаторы торговой платформы всегда помогают трейдеру для построения торговой системы торговая система в этом случае построенная на индикаторах является относительной поскольку она позволяет распознать основное движение которое формирует цена как абсолютный индикатор таким образом основной подход трейдера к трейдингу это непосредственное распознание ценового движения по барам сама цена и относительное распознание отношение индикаторов и формирование графических фигур которые совершают индикаторы формирование правил торговой системы и подбор индикаторов осуществляется индивидуально на основе в основном то тех индикаторов которые применяются большинством трейдеров и аналитиков различать фундаментальный анализ и трейдинг совершенно неправомерно поскольку после фундаментального анализа анализируя движение цены ценовые уровни трейдер уже сам является аналитиком совершая действия он производит открытие и закрытие позиций то есть непосредственно участвует в формировании цены в формировании движения индикаторов соответственно если трейдер имеет на руках отчеты о совершенных сделках на историческом периоде каком-то это так называемый код коммитмент офф трейдерс то есть совершенные сделки по окончании торговой недели которые публикуют десятка ведущих брокеров сша то зная эти данные по открытию позиций которые были произведены на прошлой неделе на историческом периоде таймфрейм трейдер анализирует собственное положение и участвует движение рынка индикаторы торговой платформы очень разнообразны частично они дают разноречивые данные поскольку ограничены какими-то запрограммированными условиями на индикаторах могут образовываться по отношению к цене дивергенции конвергенции скрытые дивергенции конвергенции таким образом для трейдера очень важным является выбор правильного таймфрейма на котором он анализирует движение рынка и собственную позицию по отношению к тому или иному как новостному режиму так и к ценовому режиму поэтому при выборе индикаторов торговой платформы их великое множество представлено необходимо учитывать что все индикаторы это отношение к цене сейчас я продемонстрирую собственный монитор краткий обзор индикаторов можно найти на форуме МТ4 и МТ5 и принять соответствующее решение таким образом для простоты понимания как происходит сочетание абсолютного индикатора цены ценовых уровней таймфрейма и торговой системы построенной как на анализе цены так и на анализе движения индикаторов соответственно разделять или проводить разделение между фундаментальным анализом и непосредственно работой трейдера это совершенно неправомерно поскольку индикаторов великое множество вы их найдете в любой торговой платформе эти индикаторы все построены в основном там на мувингах и любая торговая система всегда считает по тем или иным заложенным программистам правилам движения абсолютного показания то есть самой цены и отображение этого ценового движения с помощью индикатора то есть трейдер может считать саму цену ценовые уровни может считать индикаторы может торговать для получения навыка как непосредственно цене без торговли так и для практики применять так называемую торговлю чисто по индикаторам без опоры на цены для чего это делается если у трейдера хорошие навыки в чтении данных поступающих на монитор трейдер также хорошо разработаны правила торговой системы то трейдер может совершенно спокойно для развития навыков работы с выбранным инструментом попрактиковаться как психологическая подготовка совершенствования правил торговой системы в работе по торговле чисто по индикаторам это позволит трейдеру более хорошо подготовиться к любым изменениям происходящим на рынке понять основные движущие силы рынка это ценовые уровни и применить знания на практике так таким образом немного повторившись в начале я перехожу к главной теме сегодняшнего вебинара это торговая система построенная на индикаторах на примере торговой системы золотой крест то есть торговая система по которой торгу уже больше восьми лет это торговая система которая позволяет находиться в рынке и совершать действия прибыльные действия прибыльные поскольку основным правилом системы является торговать в любом направлении с прибылью то в действии торговую систему я демонстрирую на собственном помсчете это данные по помсчету торговая система всегда имеет ограничения это стоповые позиции и тейковые позиции расчет стопов и тейков мы уже обсуждали на прошлых вебинарах это 1 к 3 1 к 4 доходность торговой системы может идти в прогрессии то есть все зависит от мастерства трейдера для примера при анализе любого стейтмента или помсчета принимают во внимание некоторые основополагающие принципы это максимальная просадка то есть регулируемый риск условия при которых совершаются инвестирование в помсчет в данном случае минимальная сумма инвестиций 450 25 процентов вознаграждения за досрочный вывод штраф 2 процента с прибыли инвестиционный период 5 недель таким образом аналитика неотделима от трейдинга анализировать можно все что угодно но главное принимать правильные решения для сравнения посмотрим на рейтинг пам-счетов то есть пам-счета которые управляются трейдерами имеющими или предполагающими торговую систему в этом случае управляющий пам-счетом анализируется по максимальной просадке которую он допустил это высокорискованная торговля условия совершения сделок торговая система то есть это скорее всего люди которые работают вообще без стопов бестоповая торговля обычно приводит к тому что при резком движении рынка которое было при начале кризиса может привести к тому что счет так сказать просто закроется по маржин колу таким образом анализируются любые данные как фундаментальные данные при открытии или решении инвестировать в тот или иной пам-счет трейдер принимает самостоятельное решение но вернемся к торговой системе непосредственно к тому что определяет успешность работы трейдера или как трейдера или как инвестора это наличие торговой системы способность анализировать фундаментальные данные и совершать сделки то есть открывать ту или иную позицию на покупку или на продажу я перезагружусь таким образом трейдинг неотделим от аналитики как таковой анализировать можно любые данные при возникновении интереса у трейдера трейдера то есть основной главной силой все таки является интерес интерес может быть выражен как в цифрах так в фундаментальных данных так и в движении рынка это все что касается профессии трейдера таким образом каждый раз при открытии торговой сделки трейдер проводит в зависимости от квалификации подробный анализ рынка анализ рынка всегда совершается на больших таймфреймах решение принимается на меньших таймфреймах то есть получается каждый раз трейдеры соучаствуют в формировании рынка и принимает активные решения и действия по отношению к ситуации на рынке основной движущей силой рынка является американский рынок все таки и данные поступающие как от инвесторов американского рынка так и от иностранных инвесторов в частности недавние кризисы продемонстрировали что рынок недостаточно защищен в россии практически рынок вообще не защищен и для более наглядного примера можно рассмотреть американский рынок на примере так называемой бежевой книги это все совершенные сделки как американскими инвесторами так и иностранными инвесторами на открытом рынке США если трейдер читает что по Америке инвестиции в американский рынок сокращаются это говорит о том что рынок вскоре будет готовиться к развороту и будет формировать коррекционную зону и формировать новый тренд в частности по Америке важны эти две новости бизнес инвентарис месяц к месяцу и тек лонг тюн петчисис то есть покупка иностранными инвесторами и американскими инвесторами долгосрочных обязательств долгосрочные вложения видно что выход из кризиса по Америке еще не набрал силу и что инвестиции в американский рынок вот так называемой реперной линии от нулевой линии уходят в минусовую зону то есть инвесторы выходят на летний период из американского рынка это сегодняшние данные значит рынок жилья также падает одна из основных движущих сил американского рынка соответственно самое время занимать долгосрочную позицию по продаже американских дериватов то есть выходить из счета из из налички из аккаунта и заходить в продажу то есть это могут быть и индексы по металлам в частности по золоту видно очень большое движение вниз по металлам промышленной группы на примере меди также цена очень резко упала продуктовые контракты мы не будем рассматривать поскольку это совершенно определенный разговор и сезонная торговля то есть на текущий момент американский рынок вновь затихает то есть удобное время для открытия позиции на продажу я ухожу от обыденной терминологии значит лонг это покупка шорт это продажа на самом деле не так покупка и продажа может быть краткосрочной или долгосрочной или среднесрочной то есть таким образом трейдер выходит из наличных средств открывает позицию потом ее закрывает позиция может быть на продажу или на покупку то есть инкэш позиции закрыты все трейдер анализирует рынок выбирает инструменты для открытия закрытия позиции входит в рынок out of cash и снова возвращается на свой счет на свою базу то есть на наличные средства на аккаунте и тогда уже анализирует совершенные сделки как и на примере PAM счета правильно ли была его новая система по которой он открывал позиции то есть это более профессиональный подход к трейдингу нежели чем подход что долгосрочная позиция лонг это покупка а шарты это продажа то есть вся психология рынка на том построена построена что или терминология построена о том что навязанные понятия которые не соответствуют действительности в то самое время как финансисты оперируют другими показателями то есть это условная терминология более правильная терминология о которой я говорю это трейдер или в деньгах или в рынке после возвращения в деньги он анализирует собственную позицию и совершенствует торговую систему если у вас возникают вопросы прошу задавать в чат вопросы будут у вас очень хорошо я снова переподключусь то есть торговая система всегда позволяет трейдеру при наличии определенных правил находиться в прибыли эта идея была основой моей торговой системы золотой крест торгуем в любом направлении с прибылью разработка понятий торговой системы совершалась на основе доступных в прямом доступе в открытом доступе и аналитических исследований как по цене так и по индикаторам цена всегда абсолютно цена анализируется по ее виду и сделки совершаются как безиндикаторно так и с применением индикаторов то есть это понятие об абсолютном и относительном то есть цена всегда абсолютно это главный индикатор рынка цена всегда движется спросом спрос может быть отрегулирован в частности по группе металлов кроме золота и серебра и по продовольственным контрактам складскими расписками то есть складская расписка это наличие у торгового брокера есть такие брокеры которые гарантируют совершение сделки между поставщиком и покупателем то есть если в частности по пшенице в какой-то момент складские расписки оказались практически полностью выполненными то есть складские запасы по пшенице резко сократились новых поставок не было тогда было очень резкое движение цены на пшеницу гэпом буквально примерно с уровня 480 до 620 это еще до начала кризиса то есть складские расписки брокерские не гарантировали поставку по товарному контракту были вычерпаны практически все запасы которые поставлялись в торговую электронную систему на биржу и трейдеры резко взвинтили цены до тех пор пока поставщики вновь не подтвердили наличие складских запасов теми же товарными расписками через через брокера то есть брокером может выступать любой посредник имеющий лицензию на совершение брокерской деятельности это может быть транспортный брокер торговый брокер диленговый центр в том числе и биржа таким образом трейдер перед совершением сделок и для того чтобы более гарантированно участвовать в самом процессе торгов должен знать все нюансы которые могут подстерегать его на рынке в частности такая позиция как предоставляемая предоставляемая брокером моржевое обеспечение условия исполнения моржевого обеспечения перенос позиций через ночь товарные контракты в частности сифидишки это производные от финансовых инструментов не имеют своповой позиции то есть переносы через ночь ими проще торговать поскольку у вас своповая позиция которая сейчас по большинству инструментов отрицательна не приводит к убыткам по счету то есть я вновь подвожу к той самой идее что на рынке есть товар есть покупатель есть поставщик есть брокер таким образом и строится вся работа рынка и в более глобальном аспекте международные биржи как финансовые так и товарные это всегда лицензированный поставщик лицензированный брокер и формирование цены цена всегда абсолютно цена формируется как на основе спроса и предложения так и на основе наличного количества товара на складе это понятно мне иногда приходится приподключаться алло мне иногда приходится приподключаться из-за особенностей из-за особенностей сервиса на котором предоставляется услуга ему еще приходится одновременно с проведением вебинара и торговать я снова вынужден переподключиться то есть я иногда переподключаюсь в частности из-за особенностей сервиса еще одновременно торгую то есть работа так сказать трейдера заключается в том что он динамически воспринимает и рынок и производит анализ текущей ситуации то есть пока я переподключался я умудрился закрыть инструмент по своей торговой системе в плюс это по FDAX немецкий индекс и в дальнейшем после того как закончится встреча G20 на днях буквально вот все это происходит я продемонстрирую календарь и то на что следует обращать внимание то есть обращать внимание на привычное движение цены во время важных экономических событий важных событий то есть мы рассмотрели инвестиции в американскую экономику видно что инвестиции сокращаются и вот основные данные по евро группе это встреча евро группы тройка двадцатка там восьмерка семерка может быть страны брик смогут заседать но это всегда приводит движению по рынку на конкретном инструменте евро юсд это отражается как флетовая позиция в частности в четверг восемнадцатого апреля начнется встреча г-20 это глобальный экономический форум на котором будут приняты соответствующие решения которые впоследствии там через тройку пятерку дней появляются в открытом доступе видно что это очень так сказать плотный график встреч это можно наблюдать и по тому как часто выступают члены фрс с одновременно начинается первый день встречи г-20 это все фундаментальные данные которые оказывают влияние на рынок в частности по бежевой книге так называемой американская экономика анализ бежевой книги производится по сделкам на открытом рынке по всем инструментам которые торгуются на американском рынке к этим инструментам относятся инвестиции в американскую промышленность тиклонг тём пёчесис видно что идет сокращение эти данные вошли в американскую бежевую книгу сделки читаем внимательно что это сделки на открытом рынке с участием всех капиталов в том числе иностранных долговые расписки США приобретенные в том числе и иностранными инвесторами если значение текущие минус 17,8 больше предсказанного значения американцы ожидали снова вливания в рынок от предыдущего значения видно что инвесторы с американского рынка начали уходить по текущему инвестиционному климату здесь мы читаем по бежевой книге что эти данные основаны на пресс-релизах которые никогда не публикуются нон паблик букс это зеленая книга и голубая книга эти все данные позволяют трейдеру занимать правильную позицию по рынку в дальнейшем подтверждение того что рынки начинают разворачиваться и тренд коррекционный формируется на вход в продажу американских индексов это в частности данные по безработице по еврозоне безработица выросло до 12 процентов данные по еврозоне как данные основанные на импортно-экспортных операциях видно что торговый баланс еврозоны резко ухудшился то есть начинается летний период так называемая сезонная торговля когда необходимо занимать позицию на продажу финансовых инструментов инструментов то есть безработица по европе выросла до 12 процентов и увеличивается это видно по странам которые входят в еврозону соответственно сейчас правильная позиция трейдера по рынку это искать благоприятные условия для продажи торговый баланс в германии немного вырос французский бюджет вошел в дефицит минус двенадцать минус двадцать семь французский торговый баланс ухудшился то есть по еврозоне наблюдается ухудшение экономической ситуации страны входящие в еврозону так называемые проблемные страны Испания Италия Португалия Ирландия Греция ситуация по Кипру все ввиде о том что рынок находится в коррекции и вполне возможно что это коррекция так называемое летние затищи когда инвесторы уходят с рынка на летний период отпусков та же самая торговая система которая позволяет трейдеру занимать правильную позицию по рынку в данном случае это продажа тех финансовых инструментов которые трейдер хорошо изучил то есть основная мысль этого вебинара в том что торговой системой может являться как чистая аналитика и занятие позиций трейдером по финансовым экономическим данным по соотношению балансов стран участниц по снижению спроса по ухудшению инвестиционного климата и так далее может быть торговой системой чисто на фундаментальных данных так и торговой системой основанной на индикаторах я переподключусь так таким образом торговая система может быть основана на просто аналитике о совершении действия это открытие позиций то есть трейдер вкладывает средства в рынок и позиция в этом случае у трейдера может быть как на продажу так и на покупку трейдеры всегда подсчитывают прибыль убытки только лишь после того как возвращается на собственный счет основная идея моей торговой системы которая уже многократно выражала торгуем в любом направлении с прибылью для этого в частности по продовольственным контрактам анализируются складские запасы погодные условия локальные конфликты и спрос предложения по наличным торговым распискам это можно узнать из новостных источников и занимать соответствующие позиции сейчас я покажу позицию по по инструментам продовольственной группы в частности по инструментам которые торгуются на основе фундаментальных данных состояния экономики США это нефть простейшая разметка по ценовым уровням и видно что рынок всегда ориентируется при так называемых стандартных условиях на ценовые уровни от которых рынок всегда работает в том или ином направлении то есть по нефти явно видно с учетом того что многие страны мира начали разрабатывать так называемые сланцевые запасы это газ и топливо стали больше применять биотехнологии для получения продуктов энергетики опять таки топлива и газ и то что спрос на нефть в этом случае начинает сокращаться это видно также и по новостному режиму США natural gas storage то есть постоянно идет дефицит природного газа то есть при новостном фоне что США начинает США Канада Россия и другие страны начинают изыскивать возможности переработки сланцевых месторождений то есть сланец в продукты предлагаемые на рынке то есть из-за этого спрос на газ ухудшается ухудшается спрос на инвестиции нефтяную промышленность спрос падает это конкретно видно на графиках то есть трейдер может чисто занимать те или иные позиции становиться на покупку и продажу по фундаментальным данным это нефть это газ недавнее заявление российских экономистов о том что в принципе экспорт нефти для России будет благоприятен если цена на нефть будет снижена в два раза это китайские поставки видно что спрос как на нефть так и на газ находится в отрицательной зоне реперная линия и спрос постоянно падает то есть находится в отрицательной зоне то есть таким образом ожидаемые покупки по нефти по газу очень большой спред я ожидаю на уровне ниже 85 ближайший ценовой уровень на дневных графиках находится в районе 80 75 то есть скорее всего в ближайшее время будет сформирован новый ценовой уровень для нефти с учетом того что нефтегазоносные месторождения начинают подкрепляться сланцевыми месторождениями начинается разработка биотоплива то скорее всего цена в ближайшем будущем уйдет на уровень 75 85 то есть формируется новый ценовой коридор подтвержденный прежними историческими уровнями если при избыточных запасах продовольствия так называемая зерновая группа в частности пшеница кукуруза сахарный тростник цена на нефть может вернуться к уровню 48 долларов за баррель даже при простой разметке ценового графика по пикам это одна из основ торговой системы по ценовым каналам две высшие точки одна точка внизу можно сказать что по нефти наблюдается даунтренд появляются все новые и новые данные о том что технологии позволяют получать при меньших экономических затратах более высококачественное топливо то есть это тепличные выбросы сокращение расхода топлива на километр пути я пришел в голову о том что необходимо краткосрочно торговать хотя бы в течение одной торговой недели пятидневка и в основном торговать от американского рынка это были данные по нефти то есть торговая система построенная как на ценовых каналах так и на запаздывающих индикаторах текущая позиция по нефти видно что формируется разворотная фигура так называемый вымпел скорее всего это диамант видим ценовой уровень и формирование хай и лоу локальные экстремумы в данном случае это может быть на большем тайфрейме выражено как пробойный бар то есть формирование красного бара происходит на ценовых уровнях которые смотрели на большем таймфрейме данные говорят о том что цена вошла в торговый коридор отскочила сверху вниз и скорее всего в ближайшем будущем ценовой канал по крутой будет в пределах 75 78 85 долларов за баррель то есть даже беглый анализ позволяет трейдеру совершать правильные сделки в том числе и по рынку по рынку металлов по меди видно снижение спроса произвести расчет ценовых уровней даже бегло можно чисто по цене по наибольшему скоплению ордеров это на май 2010 года и ожидать разворот тренда от уровня 282 290 по меди в случае улучшения экономических ситуаций не считая вторичную переработку медный лом можно ждать повышение спроса на сырье для производства подытоживая все данные которые рассматривал для совершения сделок по финансовым инструментам я сейчас занимаю короткие позиции по большинству групп индексов то есть можно любой индекс от предыдущих хай торговать на продажу так таким образом торговая система как таковая может быть построена чисто на аналитических данных на фундаментальных данных так и на индикаторах торговой платформы в принципе они друг от друга нераздельно идут и помогают друг другу то есть трейдеру анализировать текущую ситуацию по рынку в дальнейшем на следующем вебинаре я расскажу об основных понятиях торговой системы как дивергенции конвергенции накопленные дивергенции накопленные конвергенции но прежде всего трейдеру необходимо правильно выбирать торговый инструмент управлять собственным капиталом то есть тем капиталом который трейдер выпускает в рынок ставить стоповые тейковые позиции они рассчитываются как соотношение 1 1 к 4 1 к 3 1 к 2 во флетовой зоне наихудшее соотношение позиций это 1 к 1 то есть возможная потеря выведенных средств в рынок к возможной прибыли поэтому эти законы 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 торговой системы чисто по ценовым уровням безиндикаторная торговля говорит о мастерстве трейдера и о совершенстве его торговых правил то есть индикатор торговой платформы всегда вспомогательный инструмент основным инструментом является именно цена цена и капитал который трейдер выпускает в рынок если у вас возникают вопросы прошу задавать в чат отчеты ведущих трейдеров США всегда смотрятся по биржевым сводкам которые публикуются по окончанию торговой недели то есть по позициям которые трейдеры совершили опять таки исторические данные на прошедшей неделе это отчеты код биржа с сме коммитментс оф трейдерс чикагская биржа эти данные сейчас я найду их в интернете это достаточно просто там там можно посмотреть отчеты практически по всем торгуемым на биржах инструментом это позволяет трейдеру не просто анализировать рынок но и совершать правильные сделки по рынку многие позиции которые я рассматривал как правило торговой системы это позиции когда трейдер активно участвуют в рынке занимает правильную позицию по рынку и не противоречит в своих действиях именно движению рынка сейчас я найду отчеты по код и продемонстрирую их сервис подвисает иногда и так отчеты по код отчеты по код всегда смотрят по официальным данным и источникам которые трейдер совершенно спокойно обнаруживает по следующей ссылочке здесь видны представленные финансовые инструменты фьючерсы практически на весь спектр рынка это данные по маслу Чикагская биржа на 9 апреля 2013 года то есть ну давайте в данном случае посмотрим данные по евро юсд это пока идет товарная группа продукты канадский доллар швейцарский франк песо позиция по фунту против доллара смотрим на длинные и короткие позиции то есть трейдер вышел из наличных средств из аккаунта и открыл сделку значит на покупку по текущей ситуации по прошлой торговой неделе 4 0 9 13 видно что короткие позиции по фунту увеличиваются то есть по финансовому инструменту фунт доллар это и о том что пора начинать продажу поскольку на покупку гораздо меньше позиций чем на продажу смотрим пару это американский доллар против иены в этом случае он выражен как иена к доллару то есть обратная котировка идет по евро позиция примерно находится в соотношении 60 процентов на продажу ну даже можно смотреть как соотношение 40 60 таким образом этот отчет трейдер может смотреть по прошедшей неделе и принимать соответствующее решение ну давайте по индексу посмотрим при всех недостатках экономик длинная позиция в данном случае контракты на покупку превышают контракты на продажу и позиция по отношению покупка продажам пока еще превалирует именно покупка таким образом эти данные основаны на истории прошедшей недели это 9 апреля 2013 года всегда позволяют трейдеру занимать правильную позицию то есть отчет код также может являться торговым инструментом торговой системой то есть большинство инвесторов ожидают что все таки индекс будет расти вернувшись к календарю видно что по бежевой книге начал происходить отток инвесторов из американского сектора экономики то есть рынок начинает разворачиваться в дальнейшем по прошествии этой торговой недели трейдер может увидеть совершенно другие данные которые выражены во второй строке изменения по отношению к предыдущей недели то есть 2 апреля 2013 года и принять соответствующее решение то есть все эти данные трейдер получает из открытых источников то есть торговая система всегда основана на правилах на умении читать данные применять абсолютный индикатор цену и применять вспомогательные индикаторы то есть программы написанные программистами для обсчета всех данных которые наиболее продвинутые торговые платформы получают из код то есть позволяют накапливать историю выводить на терминал в цифровом или графическом виде подобные данные определять максимальные уровни на которых происходят развороты так называемые ценовые уровни ценовой уровень может быть как локальный экстремум полу цены так и по хай цены то есть это все данные которые позволяют трейдеру правильно относиться к рынку если вопросы есть по текущему вебинару прошу задавать в чат если вопросов нет благодарю за внимание удачи в торговле удачи в торговле до 5 6 8 7 6 8 9